Конечно же, к Рамштайну отношусь великолепно, хочу сходить тоже на концерт, но там убер-мега-дорогие билеты, да и на стриме лучше, конечно, его сейчас пока не заказывать, потому что у нас эта запись пойдет на YouTube. Marine Ward против Харстема. Marine Ward один из тех игроков, немногих, кто за последние годы забивал на Старкрафт по разным причинам, не будем вспоминать истинную причину забива на Старкрафт от Marine Ward, он уходил из него, потом он вернулся, и, как видите, вернулся он довольно бодро, несмотря на довольно большой перерыв. Мы лицезреем его на высоком уровне игры, правда, пока что на лан-турнирах он супер далеко не проходит, хотя у него и раньше это не особо-то получалось. Это один из тех игроков, которые играют много-много лет, играют на очень высоком уровне, конечно же, но никаких достижений практически никогда они не получали. Процент таких игроков довольно-таки большой, но учитывая, что у Мальдорда еще все впереди, ему 24 года, игрок он очень известный, он вообще один раз за свою карьеру всего лишь был на лане, там, то ли в четвертьфинале, то ли в полуфинале. Тоже, по-моему, это был какой-то из ВЦСов. Ну, Харстона вы, наверное, прекрасно знаете, а если не знаете, вы сегодня с ним познакомитесь. Неизвестно, конечно, как он сыграет сейчас, но это как минимум чемпион Хоум Стори Капа. Как минимум. Причем Харстон очень тоже долго к своему первому трофею шел, и, наконец-то, пришел для него. 2016 год был наиболее успешным. Это было три года назад, но в том, в 2016 году он целых два титула взял впервые. Из всех титулов, что у него есть. И из всех, наверное, турниров, где ему удавалось дойти до больше, чем до четвертьфинала. Именно эти два турнира, где у него это получилось, он их и выиграл. Сотпадение? Не думаю. Ну и традиционно мы видим опенинг через Гиллионов со стороны Терана. И, как вы, наверное, заметили в последнее время, Тераны все чаще и чаще юзают Гиллионов во всех матчапах. Не только в ТВТ, не только в ТВЗ. Хотя нужно было начать с ТВЗ. Ну и против Протеса это тоже очень даже актуально. Особенно, если их грамотно миксовать с Медиваком. Поджимать Протеса на раннем этапе, который пытается выстроить стенку. И вот уже минус первый киллс. Оракул замечательное решение, в отличие от быстрого Феникса, в который вчера открывался Гоблин. В том матче, который он сыграл, просто отвратительно. Он даже тремя адептами и Фениксом не смог отбиться от шести Мариносов, двух Гиллионов и одного Рипера. Он потерял там порядка 15 рабов, потерял адептов. И вообще у него там все из рук палилось. Хотя, вроде как, игрок был довольно-таки неплохо настроен на игры. Первая игра весьма неплохо проходила, но потом в какой-то момент его переклинило. Но не будем вспоминать, что было вчера. Неинтересную запись Гоблина на Ютубе я все равно не выложу. А вот матч, который проходил в формате ТВЗ вчера, очень даже рекомендуется к просмотру. Он на Ютубе тоже появится сегодня-завтра. Вы сможете его посмотреть. Димандус, понятно. Задержки на стриме, кстати, нету сейчас. У нас сегодня официальный рестриминг. Я на полном серьезе говорю, что он официальный. Это очень удобно, очень круто. Мы можем с вами общаться. Из игры я тоже успею постримить. И буду периодически стримить этот турнир из игры. И иногда рестримить. По необходимости, по возможности. Харстом играет через быстрых сталкеров с блинком, которые могут помочь ему, конечно, отбивать всевозможные харассы, либераторов и прочее дело, что часто является большой проблемой для каждого протаса. Плюс чат, если вы постоянно проигрываете из-за того, что какой-то мерзопакостный террен залетает медиамаком туда, забегает сюда, заезжает гелионами на третью базу, либератор залетает на четвертую, и у вас все сыпется из рук, и жизнь-боль, уманоли, вы проигрываете. Но, если у вас есть блинк, и у вас хорошая контроль карты, и вы вообще не нубасы, и ваше ПМ больше 500, хотя бы 200, возможно, вы сможете заранее быть готовым к различного рода харассам со стороны тирана, и именно поэтому... Именно поэтому... Что такое? Позавис. Anybody here? Полагает. Так, гоу-гоу, бэн. Именно поэтому нужно как раз разведывать. Отличается рестриминг официально от неофициального. Сейчас сталкеры усоснут тунца от мариков с танками, я тебе расскажу. Харстен может попробовать немножко поджать оппонента, ну, потянуть время, скажем так, проявить свою агрессию, показать, что он инициатор в этой игре. Тем более, он прекрасно видит, где стояли войска оппонента, и он может... первым выбирать, в какое направление двигаться. Он может блинкануться сейчас сталкерами через Сапплай, и попробовать нанести урон экономике, потому что танки складываться будут очень долго. И тут Харстен как раз подумал о том, о чем я ему сказал, но сказал, не, зерк, что-то ты какую-то фигню несешь. Я на такое не подписывался. Ну и тем более, Террен очень хорошо среагировал. Хотя, если бы, конечно, сразу блинканулись сталкера через Сапплай, они бы оттуда уже живыми вряд ли бы вышли. Но! После запрыгивания через Сапплай у сталкеров была еще возможная опция пойти на мейн к противнику, и там еще веселуху навести. Но, как мы видим, у Харстена очень жесткий продакшн, он делает кучу апгрейдов, ноги зелам, выходят в колоссов, и сейчас ему, конечно же, надо не отдать этих сталкеров ни в коем случае. потянуть как можно больше времени. Так, собственно, чем отличается рестриминг от официальной от неофициального? За неофициальной тебе прилетает банан, а за официальной тебе ничего не прилетает. Вот, собственно, в чем разница. Все довольно просто. Хорошие прокси-пилоны у Харстена, пока он, правда, всего один, но, тем не менее, это полезная вещь против всевозможных ранних агрессий со стороны Терна, всяких залетных медиваков, либераторов. По краю карты просто пилоны не совсем до конца показывают вижн, поэтому пилончики нужно ставить прямо на самый-самый-самый краешек, и, возможно, даже в некоторые точки будут ими непросвечиваемые. Вот так вот сложно с протасами и их пилонами существовать. Мне кажется ли, у них какие-то текстуры земли не очень качественные? У них рельеф, что ли, минимальный? Такое все мутное, мыльное. Компанитян в 2019-м Старкрафт. Традиционная механизация, как вы заметили, в исполнении Терана против протасов. Все чаще и чаще, по необъяснимым причинам, Тераны начали играть в мех. Непонятно почему. Причем исключительно, делая акцент на либераторах, ой, на циклонах с гелионами, добавляя к этому всему, конечно же, танки, потому что танки являются единственным юнитом, который бьет на расстоянии полукрана. У протасов таких юнитов мало, это всего лишь темпост. Как вы понимаете, до темпостов дело дойдет еще в этой игре очень нескоро. Орагул! Своевременно контролируется протасом и дает очень важный вижен, но его циклон захватывает и убивает в движении. Орагул даже не успел улететь. Очень агрессивный блинк вперед делает сейчас Харстом, немного рискуя. С Сентрями, конечно же, он может потратить энергию и выиграть время, но кинул, правда, кривые филды. Четвертый филд у него не кинулся. Видимо, маны, маны не хватило у Сентрей, он же иллюзию еще до этого использовал. И я вообще не понимаю, зачем дерется Харстом в этой позиции. Ему нужно отступить назад, дождаться появления его остальных апгрейдов, нового Старгита. И, да, Варп Зио-то, кстати, очень сильно зашел в этой мини-битве. Видимо, на это и был расчет, что он уменьшит количество боевого лимита, а потом сможет контратаковать. Фокус колосса на нереальном расстоянии, циклоны, естественно, быстро ставят с его жизнью точку. И причем, заметьте, как грамотно. Сначала закапывает Маринлорд мины, выходит вперед с циклонами, фокусит колоссов, провоцирует сталкеров. Они в ответ блинкуются, пытаются добить циклонов. И как раз минки на этом моменте должны активироваться. Вот сейчас мины по итогу Маринлорд почему-то не выкопал. Он должен был ставить их как раз сзади себя, чтобы сталкеры на блинке умирали. Разминирование минки прошло успешно. Здесь планетарка будет не так уж легко вскрыть стерна, учитывая, что у процесса даже нет рядом призмы, лимиты довольно-таки одинаковые, близкие. У нас очень хорошо макрится, обратите внимание на его развитие, что происходит на его главной базе. У него уже стоит четвертая нычка на подходе грейды 2-2 и даже тимпуарня. При этом колосса уже с дальностью и гейтов у него довольно много. Он хорошо тратит ресурсы, у него отличная экономика. У Маринлорда вообще 86 рабов. Это лютый перебор. Я думаю, это для макритерна вообще бессмысленное количество рабов. Просто потому, что минеральная экономика слишком сильна. Но тем не менее, Маринлорд успевает тратить деньги, заказывая дорогущих циклонов, кидая мулов нон-стоп. И Маринлорд занимает уже пятую локацию. Но Харстон его так и не смог пробить. А вот дома никакой обороны. Ни Фатонги, ни Доварпа Сталкеров. Кэролл... И что? И решил Харстон напасть в лоб. Вот его призма. Она должна раскрываться позади, потому что просто частенько приходится отступать. Филды на рампу не кладутся. Разбивать их, кстати, нечем. И буквально 3-4 форсфилда могли бы полностью лишить стирана возможности защищать нижнюю локацию. Но это какой-то сильный перебор сталкеров ради двух гелионов. Вполне хватило бы и двух-трех. Тем более, ты понимаешь, что они уже дамажены. Харстону ни в коем случае нельзя посылать все свои войска в Аклик. То есть он должен драться на Ренже. У него большинство юнитов тальностреляющие, сталкеры, колоссы. Нет, правда, ни одного иммортала в армии, что очень странно. Потому что против боевых единиц, механических, и тем более бронированных единиц, ну никак без иммортала. Просто никак. Обилки циклонов, в принципе, все равно, по какому юниту стрелять. Будь он то легкий, бронированный, воздушный, наземный, им вообще яло на это. Но одними циклонами здесь сыт не будешь. Нужно либо пару Либераторов добавить для, так сказать, устрашения и усиления обороны Терна по земле, ну или чуть-чуть побольше танчиков, чтобы зилоты... Ой, чтобы сталкеры не так комфортно двигались вперед. Вот, блин, сталкерами подпунет арку. Архон неплохо впитывает в себя. Три-четыре мины впитал один Архон. Это очень выгодный расклад для Протоса. Видели? Ну это чистой воды совпадение. Но на хайграунд все равно зайти не получится. Пытается дешевым лимитом задавить Харстом сейчас Марин Лорда. У того в это время делается третий грейд на атаку. А вот грейды Марин Лорд пока что приостановил. Его арсеналы простаивают, и у него явно не грейды третьего уровня. На пятую базу нарабов пока не перевел. Колоссы еле-еле дамажат технику. Очень мало урона они на нее наносят, потому что колосс не предназначен для подобного. Этого парня изучали, обучали для совсем других целей. И это точно не механизация. Но это, как минимум, бесплатный дэмэдж на огромном расстоянии. Поэтому почему бы и нет. В принципе, в этой ситуации неплохо бы заменили колоссов темпе СТ. Очень красиво Харстом пикапит сталкеров в призму, и колоссов периодически тоже заблинкивает туда. Минус коло... О, минус танк. Опять минки. Вот буквально парочка либераторов. Потихонечку, если бы начал делать Марин Лорд, мне кажется, это бы очень сильно ему помогло. Тем более, либераторы должны быть с дальности в этой ситуации. Как видите, здесь очень широкий фронт, открытое пространство, и не так уж и легко просто драться. Какие залпы циклонов! Вы посмотрите, что происходит! Тос напал до появления архонов, и сталкеры были у него, конечно, очень кучно расставлены. Пытается очень грамотно микрить призмы. У Тос этого весьма неплохо получается, но планетарку не пробьешь. Даже если убьешь весь лимит, планетарка все равно останется жить. То есть КСМ погибла, опять битва на центре. Террен немного осмелел, увидел, что процесс отступил, и тут же пошел в контратаку. Но микро-призмы просто великолепные со стороны голландского игрока. Каждого колосса, каждого имморта он постоянно отводит назад. Но если бы нам показали потери, скорее всего, там у Тоса была бы вообще катастрофа. Теперь 87 рабов у Харстом, и 70 у Марино Лорда. Они поменялись рабами, и ролями тоже, судя по всему. Марино Лорда выходит уже в очередную нычку справа, и видим, что нет перебора по рабочим ни на каких локациях. Кто еще даже 3-ти грейд на атаку не доизучил. Видимо, не было времени особо бустить эти апгрейды. У него далеко стоят форжи друг от друга. Он нападает на новую планетарку. Оракул не мог бы поставить стазис. Но-но-но-но-но-но-но-но! Бонетарка вскрывается, но уйдет ли отсюда просто с живым? Циклонов очень страшный демэдж. Вот только сейчас пошли у Терна грейды 3-2. То есть все это время он был с грейдами 2-1 против 2-2. А сейчас у Тоса 3-3 против 2-1. Вы понимаете, да? Хотя, конечно, грейды на броню не так сильно полезны против такого количества циклонов с обилкой, но грейды на атаку здесь наибольший приоритет имеют. Деваки тем временем на Мэйне убили пару рабов, и экономика Мэйн Лорда немножко подрасслабилась. 87 рабочих на 69. И мы помним, что Мэйн Лорд только сейчас потерял локацию. Грубо говоря, он сейчас сидит на 2,5 базах, в то время как у Харстома работают 3, а то и 3,5 нички. Тем более сейчас начнет заканчиваться уже и вторая локация. Даже не начнет, а уже заканчивается вторая локация Мэйн Лорда. Ему срочно нужно выйти в пятую. Тарковня, это тоже неплохое решение, чтобы поразвлекать тирана, но у него там и не без этого достаточное количество орбитальных станций. Ворона, правда, в армию пока не завезли. Ворона, в смысле, игра ускорена. Я тебе советую выкинуть твой андроид и посмотреть стрим с компьютера, если это возможно. У него ускорено, все нормально. Это просто игроки хорошие. Отличное заезжание гелионов на 4-ю и 5-ю базу. Кстати, тут фотонки еще не готовы. Харстом опять вот жалеет вот несколько сотен минералов на простейшую статичную защиту. Гелион сделал великолепный пых и минус 15 рабов. Ситуация опять выровнялась. Хорошая фотонка, не успела убить либератора, поэтому придется сталкера варпить по-любому. И он просто сменил позицию. Батоны на подходе, тоже неплохое решение. Хотя, конечно, без грейдов на воздух, против очень сильной брони техники по земле, я бы не сказал, что прям идеально сделать батонов. Лучше темпестов, потому что у батонов дамага режется очень сильно. Красные обсерверы, которые летают туда-сюда и постоянно захватываются. Появились иммортовы. Харстом очень внезапно начал делать резко эмоф с, видимо, двух роботиксов. Но главная проблема иммортовов, это догнать циклонов. Поэтому вся и цель игры заключается. Потому что подойти в ближний бой могут только зелки, кое-как могут подойти сталкеры, а все остальное у протаса ужасно медленное. А это, по-моему, минус колосс, который решил срезать путь, и он попутал райончик, его тут, естественно, встретили. На хай-граунде три циклона из-за угла. Отжали у него мобилу, дали по голове, ну, в общем, все плохо закончилось. Просто нету сентреи, чтобы использовать гвардин, чтобы ставить филды, чтобы отжимать циклонов. Очень странно, что он не налегает на сентрика в принципе. Пытается развернуться, дать бой хоть какой-то, но ему нужны зелки. В этом случае вот реально только зелки, мне кажется, подойдут более-менее адекватно. Столько лимитов Харстом отдал за игру, господи. Где там пацаны, которые кричат вечно про баланс, то, что Терну нужно строить миллион юнитов, у Терна нечем играть. Посмотрите, как настреливают циклоны на расстоянии, если грамотно контролить. Протас ни с имморталами, ни с колоссами, ничего сделать не может. Достаточно держать минки рядом с циклонами. 54 зилы-то погибло за игру. Не успел посмотреть, сколько других юнитов умерло. К-1 либератор на мейне. Увидели батоны. Либератор, точнее, увидел батонов. Но Тос не делает гряды на воздух. Поэтому очень-очень мало урона будет от батонов проходить по технике. Но у батонов есть, однако, грамотная вещь. 50 сталкеров убито, 60 циклонов, 53 гиллиона, 1 рипер. Одно единственное преимущество у батонов. Они запускают перехватчиков, и циклоны будут на автоатаке активироваться как раз на эту самую воздушную единицу, которую нельзя выделить, но автоурон циклонов все равно по ним пойдет. Поэтому очень выгодно использовать батонов в своей армии. Не обязательно их масить до количества 200 штук, как это обычно делают пацаны, которые думают, что именно с помощью этого юнита они победят. Нет. Нет. Нет, и еще раз нет. В низких лигах вы легко будете побеждать этими батонами. В лигах повыше это уже будет гораздо-гораздо сложнее. А если, не дай бог, пойдете еще и в быстрых батонов, любой абсолютно стандартный игрок из платины быстро вам все объяснит. Не прям любой, но многие. Поэтому своевременно смотрите, чем занимается противник, и знает ли он про ваши батоны. А лучше просто не играйте в них. Есть куча других замечательных юнитов. Вот Тиран как раз дожидается. Грейдов 3-3 наконец-то. 3-3-1 апгрейды против 3-3 Тирана. Колоссы, батоны. Почему, кстати, нужны Зилаты? Главный их приоритет именно в этом миксе против Тирана. Потому что только Зилаты могут быстро чаржнуться в ближний бой, и заставить, опять же, тех же самых циклонов активировать свою обилку. Это даст Протусу время. Вот сейчас у Тирана начинаются небольшие сложности. То, что лимит просто стал очень сильно разношерстным. Ему приходится с иклонами подходить довольно близко, чтобы фокусить вражеские цели. Танки на возвышенности. Батоны пытаются убить планетарку, но они не пробивают броню этого здания, потому что КСМ очень много, они ее очень классно выхиливают. Приходится фокусить колоссов одного за другим. Еще и Шторм по голове попадает Тирану. Лимит его боевой немного проседает, но у Мариноурда есть слева локация. Фокус призмы должен был сейчас пойти, чтобы остановить эту атаку, но планетарка не падет. Это 100%. У Тос остаются три батона, два колосса. Кое-как перехватчики сейчас фокусят то одну цель, то другую. Обратите внимание, как они летают направо-налево, направо-налево. То есть, это говорит о том, что Протус фокусит то по унитарку, то каких-то юнитов, то по унитарку, то юнитов. Если просто послать их в атаку, они все будут летать в разные стороны. Каждый будет бить то, что захочет. Шикарные залпы на рампе. Немного боевого лимита не хватает Тирану. Там еще и Сталкер блинканулся прямо по танке. Зря он отошел от этой цели. Очень зря. Но нужно фокусить циклонов. Посмотрите, как медленно батона пробивают циклонов. Это у них даже апгрейдов еще нет. Очень странно, что Харстон затянул так сильно игру и не вспомнил про грандины батонов. Сложно было понимать, что количество урона будет слишком низким. Мех Тиран-то все это время апгрейды заказывал. Интересно. Там где-то, я помню, была дарковня, но дарков, видимо, в этой игре мы не увидим. Это минус ЦЦ. Кажется, ему тяжело, естественно, драться с другим краем карты. А вот и первый Дарк, смотрите. Какое совпадение. Как неожиданно, да? Просто по таймингу. Но у Марин Лорда нашлась просветка. 94 циклона было убито. 10 архонов, 10 колоссов. 4 призмы. 70 сталкеров. С ума сойти. Ток сейчас перегреет на воздух. А, дарки? Ну, были, да-да-да, там было их немного. Просто давно они не использовались. Если на каждой базе, где стоит планетарка, есть хотя бы одна туретка, ты дарками физически не успеешь убить туретку даже с блинком. Планетарка с плашем все быстро сделает. В этом плане дарки хороши там как-то... В средней стадии, в начальной стадии, когда мало баз, мало орбитальных станций, когда все мулы чаще всего у тирана тратятся на экономику. В макро это уже юнит бесполезный. Да, можно делать архонов из них, но я не думаю, что это имеет смысл, когда у тебя есть темпуары. Потому что минералы тоже не бесконечные. И, кстати, вы заметили, что у Харстома уже... Там паша шестая локация. Думаю, даже он скоро пойдет уже к седьмой. Первые три закончились базы у обоих игроков. Есть другие три локации. Спасибо, Александр. Традиционно. Где же Сентри? Где же наши Сентри? Ох, циклоны сейчас разлетятся, я чувствую, потому что батонов стало уже слишком много. Циклоном приходится отступать назад. Процесс кидает отличнейший просто шторм, но планетарку вскрывать у него не получается. Гелеон опять заехали в минеральную зону, потому что фотонок здесь недостаточно, нужна стенка. Еще один неплохой шторм, но очень вовремя Маринворд из него вышел. Знаете, даже в такой ситуации, когда, казалось бы, нужно думать о том, как обороняться, он берет, занимает еще одну локацию, взлетает командным центром. Появляются Торы, наконец-таки. Но не вижу там пока и Морталов в большом количестве у Протаса, чтобы что-то им противопоставить. Потому что у Торов с максимальной броней, перехватчики их вообще будут только спины им чесать. Очень много гейтовой армии у Протаса, при этом нет какой-то крит массы зилов, которая могла бы резко ворваться. И вот главную вещь, которую не использует ТОС на протяжении почти всей игры, и вот сейчас идеальная для этого ситуация, просто идеальная, это забежать зилками с одной стороны, а напасть всем лимитом с другой. Например, зилотами справа, а армии слева. Или наоборот. Именно заставить циклонов, заставить циклонов врасплох. Не дать им спокойно кататься вперед-назад. В чистом поле у них есть такая возможность. А когда зилоты появятся из-за спины, что ты будешь делать? Пою, что ничего хорошего. Есть им Пуаре, Харстом. Сейчас было время битвы показывать смерть и килл с циклонов, естественно, это очень важно. И Батоны пока потихонечку размениваются. Пусты уже тратить некуда, у протцы бесконечное их количество, разве что только на строгиты, на роботиксы. Вижу в заказе один иммортал, одинокий. Новые архоны. Харстом даже при этом не копит ресурсов, он постоянно разменивается. У него как бы выбора другого больше нет. Все темпуары идут в одной кнопке, и половина из них очень быстро дохнет. Никак Пуни Тарку не взять. Попытка занять локацию справа сверху, Мэрин Уорда была пресечена молниеносно. Сталкеры оказались на нужном месте в нужное время. На этой карте всегда игры затягиваются, уже 26-ая минута матча, и это все-таки ГГ. Не выдержал Мэрин Уорд натиска протца с таким количеством юнитов. Ключевой проблемой для него стали именно Батоны. Но я уверен, что игра бы закончилась и раньше, если бы Харстом не вспомнил про Батонов чуть-чуть пораньше и про Грейды на них, потому что долгое время он просто не мог пробивать их. Ну а Терен все это время был очень пассивен, только парочку залетов либераторов от него за всю игру было, 2-3 заезда гелионов, большую часть времени он находился дома и ничем больше не занимался. Пытался... У него не было выбора, ему приходилось все время держать это давление протца. А когда тебя все время прессуют, и если у тебя там не 500 АПМ, очень тяжело выдернуть из армии каких-то юнитов и отправить их на Харас, потому что им все равно придется контролить. И там даже не было много канонов. Теперь, конечно, ты всегда можешь варпить в какие-то юниты. Блин, этот человек меня отбил. Хе-хе-хе. Танверлик. Но да, я абсолютно верю, что эти базы были очень экспалты, и я верю, что у меня было много потенциала для делать более экономические дамы. Ну вот, первая игра прошла довольно неплохо. Напряженно. Так, сейчас я сделаю красивый захват. Так, сейчас я сделаю красивый захват. Так, у тебя есть танк-лайны, и тогда ты просто фокусируешь на Харас, и ты делаешь как можно с этим. Но в этом игре Марин Лорд, конечно, за композицию Сайклона. Он должен был очень фокусироваться на это каждое время, когда они борются. Так, он не мог бы не фокусироваться на харас. Что, может быть, это было как Харсома думать, что я буду продолжать борьбы, чтобы он не мог харасить меня. Это было бы очень хорошо. Ну и следующая игра. На карте. О, они счет поставили. Да, это Best of Five. Я так что написал вам, что у них звук, игровой, звук игры очень тихий. Я там вижу, что у него в настройках было выставлено 100%. Это очень странно, потому что звук игры вообще не слышно. То есть, как громко надо сделать вообще стрим, чтобы услышать звук игры, я даже не знаю. Да, Динаид, конечно. Я же на всех турнирах был и видел всех этих комментаторов, игроков. У меня есть божественная фотка, вот моя самая любимая, когда... Я даже не помню сейчас, где она лежит. Где моя любимая фотография? Я должен ее найти обязательно. Попробую сделать это в перерыве. Спицы, Харстом. Со всеми комментаторами зарубежными. Когда первый раз ездил в Польшу, мне удалось их всех в одном месте поймать. Это было здорово. Так, чуть-чуть потише этих ребят. Оп, 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 оп. Напомню, на стриме нет задержки, вы можете передавать приветы, задавать вопросы, спрашивать, особенно в начале игры. Это очень актуально. Я всем рекомендую смотреть профессиональные турниры. Естественно, с моими комментариями. Желательно. Потому что я вам в течение целого турнира, особенно если он идет там полдня, или весь день, или весь вечер, я могу рассказать очень много полезной информации, которую вы легко сможете применять в своей игре. То есть не какие-то абстрактные вещи, типа там, ну, стройте рабов, там, разведывайте, а конкретные примеры с конкретными игровыми ситуациями, где как можно было повести игру, что можно было вообще сделать или изменить. Кстати, заметьте, что у Харстома есть очень хитрая пробка. Я надеюсь, впоследствии она станет, поставит где-то проксипион и сделает дарковню, но, по-моему, Харстом решил ее слить. Он играет в дефолтный блинк, судя по всему. Иначе, если бы он хотел дарковню поставить, он бы точно пробка сейчас никуда не поехал. Я не знаю, какая цель была у этого рабочего, что он хотел увидеть этим рабом в принципе. Может быть, что Терран ставит базу, что он ее не отменил. Может быть, он думал, что пробка сможет проехать на мейн, но этого, естественно, не случилось. Сумеречный совет Robotics. То есть он не заказал быстрый блинк, он начинает харассить первым адептом. Рипер до сих пор стоит дома, а Марин Уорд удивляет очень интересным решением в лице быстрого прокси Старпорта, который, кстати, сейчас разведать никак у Харстома не получится. Про Гиллионов он тоже ничего не знает. И это действительно дарковня! Уууу! Дарки против Террана. Слушайте, нас сегодня радуют игроки разнообразием опенингов. Причем Марин Уорд это тот парень, который однажды, вы не поверите, что он сделал, он построил прокси-барак. Внимание, прокси-барак. И знаете, что сделал этим бараком? Полетел на мейн-протоса. Я долгое время не мог понять, что происходит Он реально сделал прокси-барак примерно там, где стоит сейчас Космопорт Только чуть-чуть левее И залетел он на мейн Он не пытался сесть с бараком на край Или построить какую-то прокси-гостятню на мейне Толса Он реально полетел прям вот напрямик По диагонали через всю главную базу протаса Я не знаю, на что он рассчитывал Но, короче, в итоге барак у него был весьма дорогой инвестицией Потому что первый барак он должен делать мариносов нам стоп И вот этот рипер сейчас сделает действительно очень важную штуку Мы такое встречали неоднократно и в 2 на 2, и в 1 на 1 Рипер кидает бомбу, сталкер не подпрыгивает Вы видели, как его зажали? Ух ты! Гиллионы пытаются проехать на пофиг, но они не могут этого сделать Потому что здесь мертвая застройка, протас красавчик Очень своевременная стенка, призма полетела в Харас А вот это большая проблема для протаса Либератор не позволяет спокойно добывать Дарков приходится сплитить Терн видел только что дарковню, поэтому должна пойти оперативная реакция Первый дарк поймался, и он не смог выбежать из поля зрения гиллионов Просветок у Маринворда накопилось как-то многовато Честно сказать Нет циклона, дарк в любую секунду может запрыгнуть в призму Каждый удар дарка это минус Маринос, потому что у него 40 урона Ой-ой-ой, опасно 45 точнее, да, потому что он убивает с одного удара Марика без щитов и КСМку тоже Так, Зендер Где твоё сообщение, почему оно не озвучивалось? Ненавижу, когда сообщения не озвучиваются Из СК2, из которого Бридору пришёл, а в Бридору из Варкрафта второго А, из Варкрафта второго Какой у тебя длинный путь был По всем играм, прям вселенный Близзард Ну а теперь, конечно же, Харстон будет долго переходить Восстанавливаться после дарков, которые, ну можно сказать, что не особо прям уж таки зашли Потому что дарки это более дорогая Единица И вот тут сейчас ничего кроме сталкеров нету, блинг ещё пока не изучен Знать его ещё очень-очень долго Привет, мистер Эр, спасибо тебе тоже Традиционно радуешь подписками и просмотрами Это вообще замечательно И у Мальдорда опять мех Вообще он очень хорошо играет в пехоту Ну вот что-то дёрнуло его потренировать механизацию Неужели реально вот турнир, который мы увидим на хомсторе Мы даже на лане увидим большое количество меха Было время, когда мех был актуален очень в ТВТ Тираны поделились на два фланга Кто-то играл в мех, кто-то играл в био Потом было время, когда мех использовался гиперактивно против зергов Потому что с ними было тяжело играть в принципе А сейчас мех активизировался в ПВТ Неожиданно На выходные имеются какие-то планы на стримы Ну, в субботу я на шелки уеду, меня не будет дома А в воскресенье, ну, наверное, да Грех не постримить в воскресенье Вы же, наверное, будете все дома Хотя ближайшие дни ожидается нереальная жара в Москве за 30 градусов И это не на солнце, это в тени Я не знаю, как мы это выдержим Три факторки на подходе Протос переходит в колоссов Там приезжают какие-то непонятные два танка Пять мариков, один гиллион Не знаю, на что сейчас рассчитывает Морин Уорд, такой мизерной группы Его могут здесь просто поймать и лишить его половины войск Даже с одним имморталом и сталкерами Можно легко этот лимит разобрать Ну, рискует он явно Ему нужно расставлять мариносов по карте Чтобы следить за всеми передвижениями Процесса контролит Золнаги Было бы неплохо, Харстом как раз эту функцию выполняет Дефраг на неделю Да вот и дефраг тоже должен быть на неделе На прошлой неделе должен был быть Харстом не думает о том Двое эти ребята скаурили нас очень делегательно Так что Марин Лорд видит четвертый бейс Так что это большой, большой пейс Он может чувствовать себя в безопасности И не нужно встать слишком много Вдруг за этот большой бейс, который мы говорили Что ты думаешь, это обезбор Для много циклонов, которые будут в этом игре Сколько стоит урок, я не отвечаю на такие вопросы Стыдно не знать Только избранный знает Сколько, что, где, как и зачем Секретная информация Для элиты А вот Фатонке здесь, конечно же, не помешало бы Хотя бы одной Опять Харстом делает ее очень поздно И теряет довольно много рабов Выход на центр Очень агрессивный блинк вперед делает Харстом Теряя кучу-кучу хп у своих сталкеров Потому что на возвышенности перед ним стоят танки А вижены у него там не было Сейчас Теран принимает решение отступить Но он неплохой Харас провел на мейне Неплохо просто поджал Кто-то, как минимум, шугнулся Но видите, как лимит медленно копится у Терана У него Большими пачками строятся факторки Одна за другой Ну, там делаются мины Циклоны, гелионы Ультра-позднее Адское пламя Очень поздний Грейд 1.1 в арсеналах Закопка Мингом Ну и дай бог, только через минуту Мехтерн приобретет хоть какую-то такую мощь Когда его лимит станет уже за 150 Тогда уже можно будет о чем-то разговаривать Сейчас его лимит пока очень слаб Вы, наверное, знаете, что 5 танков не так сильны, как 15 танков Ну, то же самое относится и к циклонам Чем больше, тем сильнее Процесс тем же составом войск С толкерами, колоссом, с зилками, с антрями Учет драться с таким мощным лимитом Это опасно Учитывая, что противник стоит на возвышенности Мало шансов есть для того, чтобы Процесс мог туда подняться Поэтому ему придется менять направление своей атаки Хотя Теран здесь очень агрессивен Заметьте, как он грамотно выманивает Процесса в чистое поле И циклонами, кидая скан наперед Захватывает юнитов и отступает назад Очень требовательный к микроконтролю этот стиль Который демонстрирует Теран А вот эту атаку явно Процесс сейчас мог не сдержать Если бы не своевременно Если бы своевременно не подошли бы новые сталкеры Лимит у Процесса довольно слабый Пока что второй колосс на подходе Дальность еще не готова, поэтому колосс подходит очень близко Явно не бустил ни дальность Николоса в Харстом Занимался чем-то другим И вот сейчас нужно просто элементарное забегание зиотов со спины Ну хотя бы 10 штучек просто со спины Это могло бы реально поставить точку Одна призма, один какой-то рандомный пион Так, Дарк Хадыш Хадыш Вообще лучше бы, наверное, Дарк О, неплохо, Минка продамаживает еще и танчик с плэшем Дарк зашел на четвертую базу, пока не оказалось по унитарке туретки Марин Ворд забыл поставить туретку своевременно За что поплатился очень большой потери по времени Он начинает еще убивать... Ой, Дарк начинает убивать циклонов Но просветки всегда есть Наконец-то появляются зилы с ногами в большем количестве И в целом ситуация повторяется с прошлой игрой Только здесь карта чуть по-другому устроена Харстому надо... Ждать воздуха И заметьте, играет на атаку в воздуху Он теперь делает до появления Старгита Это говорит о том, что он сделал выводы И исправил ошибку прошлого матча Он понимает, что игра будет затягиваться Красивый-то варп Сталкеров, который Гиллионов не пустил, видали? Одно дело, просто варпнет Сталкеров А другое дело, не дать Гиллионам проехать мимо них Шикарно Эти грейт в воздуху Ой, Земля тоже на подходе Катаются машинки Которые жрут ФПС И только один либератор в продакшене у Марин Ворда Не знаю, на что он здесь рассчитывает Одними циклонами будет непросто У Тоса здесь еще небольшое преимущество Потому что он находится на возвышенности Он всегда может туда отступить Четыре колосса Пыщ Я думаю, он сейчас сделает залп очередной Очень неплохо зашла бы призма на мейн со стороны Харстома Два Старгита в заказе Очень дорогостоящее вложение сейчас у Протаса Маяк Флотилии, Тимпуарни, два Старгита, четыре апгрейда Там полторы тысячи минералов Виспена находятся в подвешенном состоянии И никаких масс туреток нет у Марин Ворда на мейне Можно спокойно залетать призмой и харасить экономику и производство Причем как дарками, так и зилотами И конечно же с помощью призмы можно терна неплохо расшатывать Это небольшая отдача циклонов Куда они здесь поехали, пока не ясно Возможно хотели убить какой-то Нексус И вот первое забегание зилотов Более-менее адекватное Правда здесь не оказалось базы и рабов Тимпуарни на пятой нычке Штормы Все-все нормально Стабильно, кстати, заметьте, Мейнор делает грейды У него тоже сейчас заказаны 3-1 Ой, 3-2, пардон Ему не синхронно делал апгрейды Видимо По билду И уже пошли батоны Гораздо раньше, чем в прошлой игре Намного более ранние батоны Зилки отводятся назад Они сейчас могут пойти в чарж Вперед Но не стоит спешить, потому что там разложилась огромная туча танков Нижняя локация умирает на сталкерах Это стопудово И сейчас для Мэйнорда очень важный вопрос Как решать эту проблему с Протсом, который тебя так что-то расшатывает Он сам опоздал с Панетаркой внизу Он забыл про эту локацию Это очень серьезная ошибка К сожалению А вот и Призма полетела на Мэйн Но ее тоже перехватили К сожалению, она была так близка к своей цели Но ее убили на полпути С помощью блинка можно сбрасывать фокус обилки циклона Если вас фокусит юнит, вы блинкуетесь и обилка пошла в кулдаун Красная Призма Второй играет на воздух, на подходе играет на щиты Уже скоро будет Слушайте, а тиран так и будет играть одними циклонами? Ну, в принципе, видно, что Карстом не первый день играет против этого стиля Видимо, не единственный Марин Уорд играет в этот стиль С циклонами, гелионами, танками Вообще без либераторов Ни одного либератора Ни с дальностью, ни без дальности И опять Панетарка не успевает достроиться Дарка ее начинает бить зилотом Неужели он успеет? Сейчас прилетит Призма на Мэйн Тут стоит два Арсенала Два Ох, сейчас Призма зайдет Я верю, что она сейчас зайдет Потому что у Тоса 2500 минералов, 2500 виспена Очень крутые игры Минка такая закупана Она профокусила колосса На нее успела выстрелить Жестокая позиция танков Циклонов очень много Опасно Колоссы хорошо жгут Сделки забегают со спины Циклонов это очень невыгодно Филды великолепные пошли И где же Призма на Мэйн? А во, о, две Призмы, ничего себе Сразу на несколько локаций? А ты хорош Не на вторую, так на третью Говорит Харстом Пошел до вар бзилков с дарками Отлично Но Циклонов в это время выпилили целый Нексус Дарки сейчас будут убивать пристройки Ох, как же это круто Но тут же Малин Лорд среагировал муниносно Он подвел заранее своих юнитов Разделил их И отбился на Мэйне с Каном И на второй базе И на третий Как отбить на двух нычках За пять секунд Две Призмы Пожалуйста, вот Ничего сложного Поехал туда, заехал сюда Убил Нексус Где лофта? Ничего сложного не было Привет, Ваун Две Призмы прилетело убивать Арсеналы А нет, это развод Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Вообще смерть Арсеналов сейчас очень страшная Хотя нет, грейды только доделались Они немного времени потеряли Но тем не менее, их придется заказывать заново Тут Арсенал Причем очень важно, что грейд на броню-воздуху Сдох, это даст чуть больше шансов сталкерам и колоссам И, естественно, батонам Вы же не видите батонов, да? Но это не значит, что их нет Они есть Их уже четыре И Протас тоже про них только сейчас вспомнил На самом деле не вспомнил Он просто их решил не показывать раньше времени своему противнику И сейчас батоны с грейдами 2-1 на воздух Передают огромный привет циклонам со вторым грейдом на броню Дропаются сентри Что? Божественный дроп сентри с двумя форсулдами Просто, видно, первый раз решил такое исполнить И размен был очень выгодный в его пользу Естественно, у него сейчас очень большое преимущество По-моему, очень многим параметрам Хотя по количеству бас так не скажешь У Малин Лорда справа Это что такое? Надеюсь, не четыре планетарки Это запасные командные центры Которые себя еще не окупили Некоторые из них становятся орбиталками Кто-то планетаркой Появляются первые штормы нормальные Которые можно сейчас раскинуть на рампе Как раз, когда Террен будет спускаться вниз Тут очень узкий проход между цехой и рампой И Терену невыгодно в этой позиции драться Ему неудобно, ему все мешается Он прям хочет, знаете, нажать кнопку Да уберите свою сраную табличку Он прям хочет взять и продать себе свои здания Чтобы они исчезли на какое-то время А потом появились Потому что циклоны тупят и врезаются в эти командные центры Это как раз новая темпуарня, которая погибла на пятой базе Харстома Эта игра вас научила еще и тому, что не надо ставить технологичные здания на больше, чем в двух локациях Ни на третий, ни на четвертый, ни на пятый, ни на шестой Нигде этого делать не нужно По понятным причинам Такие медленные перехватчики батонов Ну, посмотрите А раньше 8 батонов Хо-хо-хо Тремя грыдами на атаку, я попрошу Это круто Боюсь, тритора здесь не помогут Пошел небольшой сплит С одной стороны, темпуары против меха не очень полезны Но с другой стороны, циклоны очень кучно всегда ездят И если хотя бы один шторм зайдет, это... Ну, там, минус 20% хп 30, может быть, если повезет Вот, как сейчас, например Да, батоны отлично подходят Казалось бы, да? Батоны против меха Текущие батоны Это не прошлые батоны, которые были с грейдом на скорость вылета перехватчиком До сих пор, кстати, не знаю, в каком процентном соотношении изменился урон Ну, точнее, ДПС батонов с апгрейдом и без Никто замеров, видимо, не делал Никогда Насколько медленнее они стали атаковать? Ну, это невозможно проверить, потому что надо было знать, сколько батон наносил раньше урона Например, там, за 10 секунд с апгрейдом и без Не написал ГГ Маринворд, написал грустный смайлик Надеюсь, что мы сейчас в его исполнении увидим быстрый Какой-то агрессивный стиль Может быть, связанное что-то с прокси-бараком Может быть, с прокси-заводом Или что-то в этом духе Короче, я бы посмотрел на био-тирана, если честно И гайды посоветуешь для тиранов, где найти Посмотри хотя бы один мой гайд И если ты его полностью выучишь, ты сможешь дойти благодаря этому гайду до любой лиги, до какой захочешь Так, я обещал вам найти фотку Где же эта фотка? Так, фотка, скорее всего, должна лежать в альбоме с поездкой в Польшу В каком году я ездил в Польшу? Кто помнит? Даже я не помню Да езжи, да езжи, вот она, вот она волшебная фотка Самая волшебная фотка из всех фоток Вот она, фотка с самыми известными комментаторами вселенной по Старкрафту Тут даже снуд засветился Инконтрол, Роттердам, Аполлыч Этого чувака, я не помню, как зовут Но это клево Я тогда был еще худой Ладно, шутка, я и сейчас нормальный Клево, клево Прикольно побывать в таких ивентах Еще очень необычные ощущения от нахождения в кабинке Где обычно играют прогеймеры В тех самых кабинках Но сейчас уже не делают кабинок, это раньше их делали Потом почему-то мы решили на них забить По неизвестным причинам И я много рассказывал после той поездки про ощущения из этих кабинок Вообще, как там сидится, насколько там тесно Какая там звукоизоляция Псс, ее там вообще нет А то раньше там думали Вот, они сидят в кабинках, значит там ничего не слышно Угу, конечно Там кабинки, блин, из Просто из тонкого пластика и картона Чисто визуальные такие, декоративные Было классно В этом году, к сожалению, поехать никуда не смогу Денег нет, но вы держитесь Поддерживайте, если есть лишние И Мэрин Ворд начинает через агрессию Откуда же стример знал? Господи, невероятное понимание игры Боже мой, как ему это удалось Мэрин Ворд играет в прокси Рипера Который, дай бог, убьет 2-3 пробки И то, если Протас позволит это сделать А если будет хорошо контролить То, может быть, вообще ни одной пробки не потеряет Ну и, конечно же, такой прокси-барак Заранее не найти и не разведать Никак Вообще Да, господа, не скучаем Пока Рипер пытается убить Протаса с одной С первой попытки Не забывайте подписаться на трансляцию Возможно, она вам пригодится в будущем Ну или, как минимум, на любом другом турнире Который я буду для вас освещать Святой водой Но Харстен вслепую не будет заказывать Зиота Он будет дожидаться Сталкера А может быть, даже и Адепта Которым захочет убить рабочего На командном центре Который Мэрин Ворд может сейчас поставить внизу И вот от его выбора будет очень многое зависеть Кого он закажет И... Ну где юнит это? Харстен... Сказал, да ну нахрен эту игру Увидел бункер и выдернул провод Но он его пока не увидел Его Нексус еще не готов Чисто ради прикола Плюс в чат, если вы не знали, что когда здание строится Его вижен в три раза меньше, чем когда здание достраивается Должна не в три, а может быть даже в четыре Не помню сколько Но в общем гораздо меньше И сейчас, несмотря на то, что Нексус строится Около... Точнее, бункер строится около Нексуса Бункер не виден И Протас не знает об этом А раз не знает, значит не будет заказывать Зиота И Харстен улетел Такой, короче, ливнул Ой, пацаны, интернет упал О, что там? Прокси-барак А, все понятно, хорошо Такой, полистал книгу свою гейскую, протасскую Так, страница 95 Прокси-барак-тираны Играем вот в это Ну и нам придется, естественно, подождать В смысле, кому я это объясняю? Симпсон, здравствуй, мог бы и поздороваться Что, только один человек в чате не знал про это? Ой, да ладно, не рассказывайте Пока нам рассказывают про Холмс Торикап, я про него тоже сегодня расскажу после этой игры Когда мы перейдем к следующей Что, неужели все знали, что когда здание строится, у него вижен меньше? Ну-ка, ладно, 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 сейчас я вам задам вопрос Сейчас, 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 что-нибудь спрошу У нас же здесь периодически всякие викторины происходят в эфире Для поддержания активности Так, вопрос, 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 вопрос Будет не какой-то прямой вопрос, это будет вопрос из серии «Знали вы или нет?» Где мы обещаем один-один из кантри? Ну так, пора бы уже, давай вызови его Покажи там, что ты можешь Что ты можешь Что ты можешь Что ты можешь Я не могу даже двигать мою муку Это не гейминг, это не ощущает мне гейминг Я немного страшен, потому что, если я должен сделать предпочтение Моя предпочтение, я не знаю, если это правда или нет Я не знаю, если это дедский человек Так, после горячего дня в Недерландске Там часто много тендерсов И я чувствую, что тендерсовы могут разговаривать с людьми Как часто есть маленькие пауэрлы здесь и там Так, я вообще боюсь, что интернет может быть ухудшим за время Это рандомная предпочтение, ребята Что я сделаю с другой стороны мира Так, вопрос, 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 вопрос Вот сходу тяжело придумать Когда по ходу игры как-то попроще Ты решил, что именно будешь комментировать Старкафт? В смысле, как? Никак, я просто узнал про сам факт стриминга и поставил себе цель быть комментатором Просто захотел, просто сделал А вы мне в этом помогли Естественно Вообще, во времена начала Старкафта было много комментаторов Но все они были платиновые, золотые, скучные, неинтересные Их смотрели только потому, что был такой сайт, как skdv.ru Эти видео Хэппи против Снута, Хэппи против Блая А то на канале я не нашел А при чем здесь Хэппи против Снута и при чем здесь Хэппи против Блая К чему этот вопрос? Хэппи уже как пять лет не играет в Старкрафт А зачем тебе видео с теми, кто уже не играет в Старкрафт? Смотри современный прогейминг, современных игроков Не тех, кто вечно ныл на баланс и жаловался на несправедливый мир Компанию Близзард А на прогеймеров Смотреть надо на самых лучших На самых топовых и крутых Зеро, ты читаешь чат в ВК? Я не Зеро Зови меня мамка Зерга Ну что, прокси-барак, в итоге зайдет ли Риппер? Адеп под бустом, Риппер приходит очень быстрый Здесь во многом будет зависеть от того, как будет контролить не Протас, а Террен Потому что Террен может грамотно покусить, рабочие могут перераспределяться Коцные рабы должны отводиться назад Можно, конечно, много микрить, много ошибаться Но порой реально стоит даже отдать лишнюю пробку, чтобы сильно не заморачиваться и не на мискликать, не нанервничать Отдать одну пробку или даже две, и это не так страшно, как, например, позволить достроиться бункеру И уж тем более Вовремя не убить Риппера А вот небольшие минусы первого адепта То, что эта сволочь очень сильно медленная А тут уже второй бункер И мне нравится этот чисто старинный Марин Лорда Кстати, в первых его играх после возвращения в Старкрафт Мы видели от него исключительно агрессивный стиль игры В похожем стиле, как сейчас Он чизил вообще направо и налево И так можно передропывать из бункера в бункер Довольно прикольно Естественно, батарейка нужна Кстати, в любой момент может Террен подвести еще одного КСМа, чтобы вычинивать эти бункеры Но просто очень сильно это мешает Хотя, кстати, странно, что бункер был поставлен с левой стороны Возможно, причина... Не знаю, какая причина Он мог поставить бункер ниже газилки, чтобы он не давал добывать И чуть правее газилки Но при этом, чтобы из каждого бункера до Нексуса мог доставать Террен Нексус фокусится циклоном на очень большом расстоянии Пробки перекликиваются из бункеров И батарейка потратила всю свою энергию, чтобы спасти этот Нексус Надо каким-то образом его все-таки добивать Неужели это будет в сухую? Неужели Харстон все-таки отобьется за счет Имморталой батарейки? Но стоит циклона сейчас сделать фокус Фокус-фокус, у Иммортала уже нету обилки Пошел кулдаун, минус Нексус О, красиво! Но Вижен, к сожалению, прервал атаку циклона И циклон делает сейчас обыкновенный выстрел И в нём морду вот Ого-го! Он не успел перед смертью циклона убить И его убивают пробки Боже, какая грязь! Ге-ге! Отциклонено, говорит. Террен, это 2-1. Неожиданно. Красиво, красиво. Люблю такие игры. Быстрые, напряженные, потные. Так, Чатик, не вижу ваши ручки. Где ваши ручки? Так, Владислав, решил вспомнить прошлое. В смысле, где? На ютубе. Заходишь в ютуб, пишешь хэппи, пробел, вэээс, пробел, блай, смотришь. Или просто хэппи, пробел, вэээс. Ну, на моем канале, естественно. Вспомнить былое. Если ты решил вспомнить былое, советую вспомнить какие-то времена поинтереснее и пожёстче. Более ранние времена, ещё до хэппи. Хэппи, к сожалению, уперся в своё время в свой потолок скилла. Ни с кем не сотрудничал, ни с кем не общался. Забился в угол, тренировался сам с собой. Играл с теми, с кем хотел. Не играл в кастинге, тренировался на ладере. Сам всё отрабатывал, сам всё делал. Ну и к чему это привело, мы, собственно, увидели. Хотя и даже несмотря на это, он всё равно всегда был самым лучшим игроком СНГ. Почти никто и никогда его не выигрывал. Стабильно. Этого удавалось лишь немногим и только в финалах некоторых турниров СНГшных. Кэпи заработал нереальное количество денег. Ну, по меркам СНГ, конечно же. На фоне остальных. На русскоязычных турнирах и не только. Твой канал пришёл именно с этих роликов? Блин. Ну почему же не с других-то? Ты пришёл на канал с не самых популярных роликов. У меня вообще с Хэппи на Ютубе только одно видео популярное было. Хэппи против маны. И то, потому что, наверное, я его по-русски назвал. Как ни крути, а кликбейт всегда работает. Но я не люблю кликбейт. Но он работает абсолютно стабильно. Братка вспоми... вспоми... А братка вспомнить раннего? В смысле вспомнить. Призовой есть? Да нет, конечно, игроки бесплатно играют. Зачем призовой? Игроки же ради фана играют. Зачем вам деньги? Они и так зарабатывают. Достаточно. Контракты, спонсоры, стримы, реклама, донаты. Призовой 4000 евро. Если у кого-то есть хотя бы десятая часть от этого, и вы хотите провести или организовать турнир, или хотите помочь мне организовать ивент, который я собираюсь провести в конце июня. Информация об этом на ютубе. Свяжитесь со мной обязательно. Вы можете внести... Большой вклад... Старкрафт. Старкрафт. Мне верно это очень специфичный вопрос. Это будет финальная миссия коопа. Когда мы найдем с кантри время, чтобы он и я мог проходить кампанию, и когда мы добьем те миссии, которые скипнули. Я хочу сначала выполнить все миссии, что мы пропустили, а потом уже проходить финалку. Я думаю по поводу будущего ртс. Нет никакого будущего ртс. Есть Старкрафт? Какое может быть будущее у ртс, в которые никто не играет? Странные вопросы. Интересно. Забавный развод сейчас использовал харстом с адептом. Шкаут снова и снова. Нет такого жанра ртс. Есть жанр Старкрафт. Две мины после гелионов? Ничего себе. И Маринлорб не коммерт с его Хелионами или Рифами. Играть сегодня? Да, конечно, после турнира мы поиграем. Турнир идет где-то часа два, наверное. Максимум три. Какие сейчас есть тираны, играющие на Либератор? В смысле? Что за вопрос? Что значит тираны, играющие на Либераторах? Либератор это юнит. Один из 15-20 юнитов определенной расы, которого ты должен строить в определенной ситуации против определенной расы. Нету тиранов, играющих в Либераторов. Что за бред? Ох, какая опасная третья база у харстома. Мне кажется, ему сейчас будет нелегко. Он заказал Блинк с третьим Нексусом через один Гейт и через одного Оракула. Гиты достраиваются. Вылетел второй Оракул. Блинк делается под бустом. Ох, рискнул с харстом. Ох, рискнул. Поржа. И вот они как раз Гелионы, где-то там должен быть Медивак, который сейчас на мейн залетает. Гелионы делая первые залпы. Пока довольно средний удачный, аυaaaa, минкииииииии, бо-йе-ёйы. Ойо. Ог-оохо-хо-оо, вот это успех. Минку закопал, скилл показал, да? И новый медивак с четырьмя минами отправляется в контратаку Вот вам, пожалуйста, и мины в медиваках Как они резко решают игровую ситуацию Меняют, точнее, ее в корне 40 рабов на 30, терна оказывается впереди Но не будем забывать, что у протсов есть имбо-бусты И они могут догнать полколичества рабочих терна Еще и перегнать за счет этого Теперь уже Харстон будет более внимателен Надеюсь Очередной медиваку стремляется к своей цели Минка высаживается красиво Ее фукусят И в это время с другой стороны прилетает еще один медивак ГГ22 Вот это жара Как убить протаса минками? Спросите Марин роль Да, там такой улыбается Боже, протас проиграл, ничего себе Интересно, когда он спал последний раз И белая комната. Почти как в больнице. Красиво. Очень красиво. Есть ли Дерге, играющие в Протсов? Есть. У меня даже видео на ютубе есть. Верн такой подумал, чё-то мех не катит. Одна игра не получилась, вторая игра не получилась. Сыграю-ка я стандартно. Вот, пожалуйста, результат. Причём он сыграл разнообразным стилем. Весьма. Первый поджим с бункером из Прокси Барака, второй через такие агрессивные дропы Мин заезда Гелионов. Это человек в мятой футболке. И корректный вопрос. Опа. Опа. Вы посмотрите. Что? Что? Что такое? Это интересная тема, которую Харстом решил сделать. А, судя по всему, он решил поставить пилон для того, чтобы сделать супер-быстрый гейт. Но у него... Тринадцатый гейт? Ух ты, жёстко. Билды Гомера юзают только без Прокси. Плюс в том, что можно сделать очень раннюю стенку против Геликов. И не придётся дополнительно выстраивать стенку и на первой базе, и на второй. Естественно, это не Фаржа. Естественно. За Фотони Тирана практически невозможно. Кто-то какого-нибудь глупого и тот, который вообще никогда в жизни Фотонок не видел от Протаса. Играю ли я в режиме командиров? Достаточно посмотреть мои стримы. Нет, не играю. И тебе не советую. Я слышал, что те, кто играет в командиров, у тех уменьшается АПМ. И понимание восприятия происходящего. И это не шутка. Оперативный режим никак не способствует ни пониманию игры, ни увеличению, ни АПМа, ни скорости, ни реакции, ни знаниям, ничего. Ты знаешь вот фразу? То, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе. То, что ты играешь в кооп, это всё остаётся в коопе. Ты можешь 10 лет играть в кооп, но это не сравнится с неделей игрой на ладере в рейтинговых матчах с настоящими людьми. Да, ещё вырастают волосы на ладонях. Спасибо, Вайлд, отлично дополнил. Это тоже правда. Настоящие мужики, истинные фанаты игры, играют в рейтинг. Ну или хотя бы не рейтинг, но с людьми. Но лучше в рейтинг, потому что там более адекватный подбор соперников, чем в не рейтинге. В не рейтинге играют только самые слабые люди, которые вообще очень дико боятся проигрывать, которые что-то пробуют, тестируют, меняют расу, там, не знаю, играют бухими и так далее. То есть не рейтинг, это половина силы от рейтинга. Мужики играют в рейтинг. Поэтому рекомендую. Опасно. Адепт зашел за счет того, что он был заказан очень рано, и он не позволяет, естественно, поставить нычку. И что главный плюс, он выигрывает драгоценное время. Но сейчас Харстом уже получил неплохое преимущество, его Нексус готов. Он не стал за минералов. Но это должно быть ха-ха-ха. О, 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 о! Это не работает! Вылезли. Увуу! Красиво! Из бункера вылезли резко три марика. Такие, куда пошел? Сюда иди стоять бояться. И фокуснул адепта, который был и небес того удомаженный. В итоге, 29 рабов на 26. Че-то плохо строил рабов тос. И... С Талкерами не стал за Минеральную Зону заходить Протас по интересным причинам, ведь бусты на первого адепта из Сталкера могли позволить ему это сделать, он довольно долго смог бы стоять за Минералами. Опасно, кстати, знаете что, когда Протас открывается вот в такие наземные агрессии через Быстрый Гейт и тратит кучу бустов на то, чтобы запустить юнита в первых. Да, он выиграл время, да, он сейчас впереди по рабочим на 4 штуки, это ничего не меняет. У него помимо этого еще и технологии опаздывают. Потому что он сделал быстрого адепта, быстрого Сталкера, быстрый Старгейт, Сумеречный Совет. Опять он делает третьего Нексуса, и еще и Оракуа лежается на мини. Марино Уорд просто великолепно предугадывает действия соперника. Истинное понимание игры, будем считать. Опять меня спрашивают, почему я не люблю кооп. Ребят, вам нравится вот играть в песочнице? Вот кому сейчас за 20? Кто из вас любит играть в песочнице? Качаться на качелях, играть в песочке, пить вот лопаткой по ведерку сверху. Вот вам нравится? Мне нет. А вам? Видимо, да. Но это ваш выбор. Мне нравится потеть, мне нравится думать, мне нравится играть против живого человека. Не искусного интеллекта, а против живого человека. Мне нравится предугадывать действия, мне нравится реагировать быстро на игровые ситуации, мне нравится мыслить в игре, чтобы голова работала, чтобы кнопки приходилось нажимать быстро. Не берем в расчет людей, у которых маленький АП, мало времени на игру в Старкрафт И кто не хочет просто, физически просто не хочет учиться играть на хотя бы чуть-чуть более серьезном уровне, чем на уровне бронзы-серебра Хотите поднять опыт в Старкрафте? Хотите научиться в него играть? Плюньте на этот кооператив И поиграйте недельку в рейтинг И вы никогда в кооператив больше не вернетесь Вы скажете, пхе, кооп, хе, говно И вы поймете, что игра с человеком это гораздо круче Несравнимое ощущение Да, у вас будет гореть, но вы будете и подождать Вы будете бороться за свою победу Не просто нажмете Escape Ох, в этот раз повезло Не просто нажмете Escape и начнете миссию заново А вы будете пытаться выиграть, вы будете стараться Вы будете вкладывать душу, сердце, жизнь, руки, кровь Может быть даже мозг Чтоб победить В этом и есть прикол соревновательного режима Это же и круто Только поэтому и есть киберспорт Прикиньте, если бы сейчас Харстом играл против искусственного интеллекта Вот пипец интересно было бы на это смотреть, да? Я просто видел как бы на этом, на твиче, некоторые трансляции чуваков У которых там 500 уровни персонажей Которые в соло просто без юнитов проходят миссии с мутациями Нереальными лагами Так что компы там просто взрываются от количества эффектов И я посмотрел это 2 минуты и не понял В чем смысл проходить одну миссию по 300 раз Ну а пока я рассказывал о том, почему коп говно Маринворд выходит в очень опасную и мощную атаку С тремя танками и очень большим количеством пехоты И протас еле-еле впритык успевает поставить и стадисы И разрушить камни И при этом изучить шторм Но его мало его счет Он еще и ловит ракету в лицо Это так опасно У него, к сожалению, одна сентри Божественный шторм Попал только что в пехоту Зелки добежали до танков Не хватает, к сожалению, хотя бы одного иммортова, чтобы разобраться с танком Но и до варбзилотов вроде решил эту проблему И терну сейчас есть смысл задропаться в медивак И полететь на мейн, потянуть время Потому что у него третья база в это время только-только ставится У терна не были готовы фугасные снаряды И сейчас большая проблема состоит для терна в том Что протас муниеносно может принять решение о контратаке Но он заказывает блинка плюс один почему-то Карстам очень неплохо разменялся Да, он потерял тимпуаров Да, он отдал довольно много гейтовой армии Но, опять же, он отбился с трех баз против двух И он знает, что у Мэйн Лорда нет третьей локации Он видит, что она только-только строится 30 рублей в Старкрафте, когда-либо были баги, которыми можно пользоваться в матче Подожди, я ничего не понял Первый передроп Мэйн Лорда на Мэйн Весьма неплохой Я вангую, что на одном пилоне стоят практически все здания ТОСа на главной базе Аракул сделать ничего не может? Нет, на двух И надо бы загружаться и улетать Не надо стоять под зилотами Видел я одно видео, которое начиналось точно так же И оно плохо закончилось Точнее, Террен плохо закончил Стоять на месте против зилков это самоубийство То же самое, как видеть машину и не попытаться от нее увернуться Просто там тебя сбило и ты такой Ну ладно Вот, разводы с двух разных сторон Очень неплохой Харас показывает Мэйн Лорд с разных направлений Ему нужно продолжать держать этот темп Ни в коем случае его не избавлять Потому что он начинает набирать обороты Третья база у него раскачалась Рабы перевелись Появляется скоро гостятня против темпуаров Даже несмотря на ракету, кстати, Харсом отбился Но у него реально впритык достроились штормы Божественное место для роботикса, естественно Он погибает Поэтому никакой призмы в ближайшее время не будет Кто-нибудь слышит звуки игры, нет? Где? 2019 год Мало того, что Ратурдам не может себе микрофон поставить нормальный Чтобы он был около врата, чтобы не было акустики Существующих звуков игры нету Фокус Сэн 3 красивый от Мэйн Лорд, да? Фокус темпуаров Слишком много лимита сейчас к нему подошло Без минок он не сможет пехотой законтрить такое количество зилотов Это я вам просто как протас говорю Это impossible Игры 2 уровня тоже Мэйн Лорд не заказывает Он забыл про Арсенал Только сейчас Арсенал пошел Ну тут огромное количество гитового мяса, нету сентрей Но Кэп подсказывает, что еще и штормы контрить без гастов будет вдвойне сложно То есть он армию протаса по земле законтрить не может без мин И еще и темпуар... у него нету гастов, чтобы контрить темпуаров Все, что у него есть, это Ворон Который периодически кидает ракеты Два зилка в экономику Терен такой сейчас, что за фигня, нужно срочно решать проблемы Противная реакция И в это время атака просто в лоб Вот, Либераторы, кстати, могут сейчас неплохо укрепить оборона Мэрина Лорда Но тому нужно быть более аккуратным, не так близко подходить к зилкам Желательно уворачиваться от штормов и хилиться почаще Войска не должны быть постоянно продамаженные На подходе к колосятне и сейчас может Харстон сделать свитч в колоссов Но до этого момента еще пройдет немало времени, минуты две Первый гост в продакшене Газовая экономика у Терена немного страдает Подходят новые штормы Газов не видит Протос, и это прекрасно Это для него возможность кидать штормы между командным центром и рампой И попадает он просто великолепно ЕМП, какое ЕМП только что выдал Мэрина Лорд Он накрыл всех тимбаров, им приходится морфиться в Архонов Минок много на возвышенности Есть куда отступать, КСМки пока что еще живы Но скорее всего придется драться в какой-то момент с ними Но Терен до последнего момента терпит и ждет Иллюзия Архона Туплиер никуда не уйдет Армия Терена такая краснющая Ой-ой-ой Братан Давай-давай-давай-давай Сплэш Удар Хдыщ 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 Рабов для лохов отводить, ребят 7000 ММР Терен не может рабов от Архона отвезти Ну вы понимаете, да? В это время у Протса где-то рабочие погибли, нам не показали, но видно, что они умирали 62 раба у Харстома Что-то там прилетело, залетело, взорвалось и видимо это была, наверное, мина 2-2 грейды Терена только пошли 12 минуты игры, очень плохая ситуация у Терена Божественное ЕМП опять пошло Попало в сталкеров, в Архонов Колол всего лишь один без дальности Ничего не слышу, ничего не понятно Сложно-сложно Тут еще и потонки Тимпуары сейчас могут заморфиться в очередного Архона Да, бла-бла-бла Бла-бла-бла Еще раз бла-бла Спасибо, Клевер Мы послушаем твои сообщения чуть позже Пока Архон пытается протанковать пехоту У Терена есть время, чтобы подкопить побольше энергии в Гастах Которые должны у него дома стоять, чтобы пойти в новую атаку Он должен постоянно держать производство Гастов сейчас У него работает 6 А, уже 4 Газилки Он не восстановил Виспен на третьей базе Поэтому у него газовый инкам сейчас дико проседает И Протас играет, грубо говоря Ну, где-то с 3.5 баз против 2.5 Зилок оказывается каким-то чудом на мейне Как-то сюда забрел, парень Пошла дальность Колоссом Грейт на атаку в воздуху, Либератором прежде всего ЕМП Шикарное попадание, но здесь даже моя мамка попала В чистом поле Это идеальное место для сражения Терен может здесь очень широко сплититься Только нельзя гулять под таким количеством штормов Зилками с колоссами, потому что слишком много сплэша Очень низкими лимитами дерется Мэринорд Но из всех европейских тиранов Я много раз это раньше говорил и говорю сейчас Это единственный терен, который так грамотно и так хорошо юзает мародеров во всей Европе И левает он правда без ГГ Ему не понравилось выступление, хотя он почти затащил Но с 1-1 против 2-2 без викингов, чистой пехоты против колоссов со штормами воевать очень сложно Да, Мэринорд пытался, но все это были на самом деле конвульсии Я уже говорил о большой разнице в экономике, в которой был Протос Он был действительно впереди Он гораздо больше денег добыл И в том числе и газа тоже Но вот эту контактную игру Всегда было приятно смотреть в исполнении Мэринорда По крайней мере с Протосами У него довольно неплохо все получилось Но просто в этой игре он был чуть более забывчивый Чуть менее внимательный И довольно часто подходил в ближний бой к оппоненту И это приводило его как раз к большим потерям Он слишком много урона еще получал и от колоссов и так далее Чрезмерно Просто переиграл он свою пехоту Как бы стиль бомбера в одну пехоту с гастами, без викингов, без либераторов Это конечно круто Но не с отставанием по апгрейдам Потому что количество урона, которое ты наносишь гораздо меньше Количество урона, которое проходит А, количество урона получаемого тоже гораздо больше От врага к тебе Ну, у нас закончился первый матч Впереди еще целых два Это битва 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 на смерть Сейчас скажу, кто с кем Это Нерчо против Дрога, по идее, сейчас будет играть Поляк против француза Что-то много французов в последнее время Ну а чатику, здравствуйте Мы смотрим очередной турнир Профессиональный, с очень сильными европейскими игроками С лучшими игроками Европы Это турнир Clash Invitational Я вас приветствую, можете поприветствовать меня И сейчас почитаем ваше сообщение И можете в этот отличный перерыв поддерживать И ожидать следующего матча Следующая игра, действительно, Нерчо против Дрога Так, песня